Здравствуйте, информационный час на телеканале эфир продолжает хроникопроисшествие в студии Ольга Лаврова. На железнодорожных путях в районе станции Васильева под колеса поезда попал человек. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность установить пока не удалось. А где, ну что думаете? Спешит, не видит. Или глухой был, или больной был. А как не собьет? Когда наша съемочная группа приехала на место происшествия, было еще совсем темно. Но, однако, людей на платформе уже было достаточно много и добирались они до этой самой платформы кто как мог. Кто через переход, кто напрямую через пути, рискуя жизнью, зная, что на железной дороге довольно часто гибнут люди. Ну, бывает, да? А почему? Ну, не знаю, может от невнимательности. Может потому, что вот тогда сбил, и здесь мужчина ездил в город, купил ботинки, вроде трезвый был. Все. Стал с электрички, с леса, стал переходить. Электричка только прошла. И, видать, из-за электрички другой выехал. И его шибы тут же. Растопчут, растопчут. То есть невнимательность? Да. А вот спешат. По словам местной жительницы, как-то так получается, что гибнут-то на путях в основном мужчины. Причем и в результате собственной халатности, и от суицида. Мужской пол, говорит женщина, какой-то особенно рассеянный и ранимый. Мужчина в основном. Что стало причиной гибели мужчины? Сумоубийство или несчастный случай? На этот вопрос еще предстоит ответить следователям. Возможно, хоть что-то станет ясно после того, как удастся установить личность погибшего человека. После наезда на мужчину поезд протащил его тело несколько десятков метров. Шансов выжить у человека не было никаких. С личными вещами погибшего, обнаруженными в ходе осмотра места происшествия, сейчас работают следователи. На улице Товарищеская огромная глыба льда сорвалась с крыши пятиэтажного дома и упала на припаркованный внизу внедорожник. Снежный пласт серьезно повредил машину. Хозяин-пенсионер не пострадал только чудом. Мы вообще стараемся к дамам не подходить. Конечно, страшно. Эта молодая женщина проживает как раз в том доме, с крыши которого сорвалась ледяная глыба. Она мама двух маленьких детей и все семейство всегда соблюдает весенние правила безопасности. К дамам и зданиям близко не подходить и машину не ставить. Хозяин внедорожника этими правилами пренебрег. Я был дома, сигнализация сработала, вышел, смотрю здесь вот масса снега и льда, машина разбита. Ну, если бы сосулька упала, она бы, по-моему, на машину не попала. А это шло прямо с крыши целиком. По словам хозяина машины, он едва успел зайти домой. Задержись он ненадолго в своем авто, неизвестно, чем бы все закончилось. Ну, хорошо, ущерб машины, это ладно. А если бы здесь люди были? Это вообще трагедия, это жизнь бы ушла чья-то. Хозяин автомобиля намерен подать в суд, как только доподлинно выяснит, кто должен ответить за все случившееся. Злой рок или просто судьбу, он не верит. Должны быть конкретные виновники. С ним местные жители согласны. Тот, кто отвечает за то, чтобы сверху ничего не падало ни на людей, ни на машины. Судьба в лице живу. Кто в действительности ответит за причиненный ущерб, сейчас выясняется. Бригада скорой помощи и дежурный экипаж ГАИ были направлены сегодня ночью на проспект Ямашево. Там, по словам очевидца, произошла авария и есть пострадавшие. Кто именно пострадал в результате происшествия, знавая звонивший, не уточнил. И там он что-то протекает, тормозуха, тормозная жидкость. Сообщивший об аварии молодой человек и его приятель осматривают главного пострадавшего в результате происшествия, а именно ладу 11-й модели. Хотя помощь прибывших по вызову медиков никому не понадобилась, владелец легковушки все-таки настаивал. Пострадавший в аварии есть. Я наехал на яму, очень большую, которых у нас в городе очень много, своим колесом, колесом моего личного автомобиля. И мой автомобиль пострадал. Соответственно, я сейчас за свой счет и своего кармана должен его ремонтировать. Езжу и в шоке просто все дороги убиты. Такие ямищи прям вообще огромные. Знаешь, такое ощущение, на самом деле, провалишься и провалишь, особенно когда лужи. Приятель водителя лады своего товарища поддерживает полностью авария действительно с пострадавшими. Точнее, с пострадавшим. То, что это не человек, а машина, значения не имеет. Главное, привлечь внимание к проблеме дорог. Пока у молодого человека получилось привлечь внимание к себе со стороны сотрудников ГАИ. Как водитель намерен действовать дальше, пока неизвестно. Сегодня Верховный суд Республики вынес приговор жителю Казани, который обвинялся в жестоком убийстве. В декабре 2010 года в квартире дома по улице Сахарова обнаружили труп хозяйки. Преступник, расправивший с жертвой, похитив золотые украшения из 150 рублей, попытался скрыть следы преступления и открыл в квартире газ. Однако взрыва не произошло. Тревогу вовремя подняли родственники погибшей. Какое наказание назначил суд, расскажет Мария Молочникова. За несколько дней до своего задержания этот молодой человек приходил в телекомпанию «Эфир». Требовал предоставить ему запись сюжета о совершенном накануне убийстве девушки на улице Сахарова. В требовании было отказано. Никто и подумать тогда не мог, что этот парень тот самый убийца, который желает вновь посмотреть на содеянное им зверство. Причиной расправы стал отказ девушки одолжить деньги на наркотики. Он нанес ей удар кулаком в голову. Помимо первого удара, упавшей Хомедульной, он нанес кулаком еще 3-4 удара в затылок и висок. Затем взял со стула ремень, которым начал душить потерпевшую. Но ремень порвался, и он нашел шнур от фена. Хомедульная в это время лежала и крепела. После того, как он перелезал потерпевшую горло, в его руки остались его волосы, которые он стряхнул на пол. Следствие длилось больше года. Сначала подозреваемый под тяжестью многочисленных улик во всем сознался и даже показал, как именно убивал девушку. Потом от своих показаний отказался, заявив, что ни в чем не виноват. Судью это заявление не убедило. Назначившим судину в окончательное наказание в виде решения свободы сроком на 14 лет. С отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Из зала суда родственники и осужденного его жертвы выходили молча. Уже в коридоре удалось поговорить с родными погибшей. Мало дали, конечно. Вы будете оспаривать? Да нет, конечно, ничего я буду оспаривать. Просто мало дали. Его и его-то я не вернул уже, правильно? Если бы я его вернул, тогда делал друг. Отец погибшей девушки долго не мог поверить в то, что дочь убил ее же друг детства. А когда услышал признание молодого человека, спросил лишь об одном. Что же ты сделал? И получил ответ. Лучше убей меня. Сразу. Будет ли сторона осужденного добиваться обжалований приговора, выяснить пока не удалось. Теперь к дорожным происшествиям на перекрестке улиц Даурска и Оренбургского тракта. В результате столкновения грузовой «Газели» и «Лады-14» модели пострадал один человек, а легковушка превратилась в груду железа. На место происшествия, помимо дежурного экипажа ГАИ и пожарных, выехала бригада скорой помощи. Однако помощь медиков не понадобилась. Девушка-пассажирка «Лады», которая после происшествия почувствовала себя плохо, в больницу решила не ехать. Осталась на месте ДТП вместе со своим спутником, водителем легковушки. Мы ехали к мосту, она зелёная, светлая, вылезла газель. На большой скорости получается? На красной даже. Как удалось выяснить, авария произошла так. «Лада-14» модели двигалась по Оренбургскому тракту в сторону улицы Павлюхина. «Газель» пересекала Оренбургский тракт, следуя по улице Даурской. Практически в центре перекрестка машины столкнулись. Можно не сказать, на жёлтой завершалась маневрой. В результате аварии произошла утечка газа из «Газели». Её пожарным удалось ликвидировать. Ни один из водителей своей вины не признал. Очевидно, теперь виновника ДТП назовёт суд. Шесть человек, в том числе двое детей, едва не стали жертвами пожара, который произошёл ночью в доме по улице Челюскина. Очаг возгорания находился на лестничной площадке, поэтому жильцам одной из квартир путь к спасению оказался отрезан. Возгорание произошло поздно ночью, когда все обитатели дома мирно спали. Первыми о пожаре узнали жильцы одной из квартир. Густой едкий дым начал заполнять их квартиру и разбудил домочадцев. Люди бросились к выходу, но путь к спасению им отрезал огонь, который бушевал прямо перед их дверью. Шесть человек там внутри были. Там просто было детей и чуть-чуть просто. Благо, пожарная часть находится всего в нескольких сотнях метров от дома, поэтому первые расчёты были на месте уже буквально через минуту. К тому времени в квартире от высокой температуры загорелась внутренняя деревянная дверь. Как оказалось, на лестничной площадке загорелись пластиковые мешки и коробки со строительным мусором. Как говорят жильцы квартиры, сам по себе мусор возле их двери загореться не мог, поэтому они считают, что здесь не обошлось без чьего-то злого умысла. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось.